Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас последнее воскресенье сентября месяца 2020 года. Мы продолжаем наши библейские рассуждения. Сегодня мы на беседе 77. Недавно я посетил одних наших братьев и сестер во время жатвы, во время жатвенных праздников. И они попросили меня упомянуть об одной теме. Как вы заметили, сегодня беседа номер 77. Это беседа под таким номером, который состоит из двух семерок. И некоторые особо одаренные люди, которые следят за всем этим, они усматривают в этом какое-то хорошее предзнаменование. Такие специалисты по нумерологии. Они следят за этим тщательно. И, знаете, некоторые вещи их радуют. Вот как эти две семерочки в беседе 77. А некоторые их пугают. Особенно им не нравится пятница. И если она еще совпадает с числом 13, то это вообще в их представлении плохо. Кстати говоря, в Англии есть специальные компании пассажирские. Вот там формируются вот эти поезда из вагонов, которые пронумерованы. Так вот, 13-го вагона и 13-го места не существует там. И на посадочных талонах там пишут обычно место между 12 и 14, дабы не употреблять вот этого числа. То же самое касается и лифтов, где там эти кнопки тоже без названий, без упоминания номеров. И тоже стрелочками показано, что это что-то среднее между 12 и 14. Ну вот, некоторые верующие люди тоже этим увлекаются. Тщательно читают гороскопы. Смотрят на звездное небо часами. Угадывают, под какими они знаками зодиака находятся. В общем, то, что называется, гадают на кофейной гуще. А учитывая то, что их в основном интересует звездное расположение на небосводе, то они гадают на звездной гуще. И это, конечно, Писание называет пустоверием или суеверием. Вот суеверие, они очень сильно вошли в, так сказать, в параллельное сознание христиан, которые придают им серьезное большое значение. Суеверие, от слова «всуе» значит «в пустоту». То есть люди верят в пустоту. Апостол Павел об этом пишет в послании к Колоссянам во второй главе, в стихе восьмом. Он называет это «пустым обольщением». И вот здесь апостол Павел пишет. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, и пустым обольщением. Это самое суеверие. «По преданию человеческому», то есть по выдумкам, которые люди не весь откуда выдумали, вот ввели в обиход религиозный, и по стихиям мира, а не по Христу. В мире это давно было развито, этих примет большое количество несметное. И вот пустое обольщение – это вера в приметы, придуманные именно людьми, то есть по преданию человеческому. То есть с какой целью это все происходит? Это, конечно же, не людьми придумано. Это работа лукавого – забрать, отнять, украсть, лишить человека настоящей Божьей веры, направить людей к вере в пустоту, как бы сделать подмену. Ну, это обычно, в обычной нашей жизни, подобно тому, как если мы встречаемся с людьми, которым мы продаем какой-то товар, производим какую-то финансовую операцию, и вот они расплачиваются с нами фальшивыми ассигнациями. И когда мы приходим домой, мы обнаруживаем, что нас обокрали. Вот незаметно мы стали хозяевами, приобретателями вот пустоты, потому что бумажки эти ничего не значат, которые нам вручили заподлинные. Вот так именно происходит и с верой. И апостол Павел заботится о том, чтобы нас не обокрали, чтобы эта работа лукавого – украсть, убить и погубить – не увенчалась успехом. И он рекомендует внимательно смотреть, внимательно за этим смотреть, за тем, на чем основана наша вера. Поэтому наша сегодняшняя тема так и называется. Как не утратить веру, то есть подлинную Божью веру. И, конечно, это предупреждение, это серьезное предупреждение, чтобы мы держались за подлинное, за истинное, а не за пустоту. К вопросам веры мы еще в нашем рассуждении вернемся. Сейчас я предлагаю, давайте мы прочитаем с 22 стиха 15 главы Деяний в нашем, так сказать, духовном путешествии по книге Деяний мы прочитаем с 22 по 32 стихи. Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и силу мужей, начальствующих между братьями. Написав и вручив им следующее – апостолы и пресвитеры и братья, находящиеся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников радоваться. По елику мы услышали, что некоторые вышедшие от вас смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говорят, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и силу, которая изъяснят вам тоже и словесно, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте, будьте здравы. Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сём наставлении. Иуда и сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. Вот в стихе 22 написано, что вот это решение, которое написали в письме, оно не было сугубо апостольским. Это не было чисто их инициатива и чисто их авторство. Решение принималось всей церковью. Там написано, присоединились к ним пресвитеры, ну, не только из руководящего пула, из руководящего совета, но и, собственно, и рукоположенные пресвитеры Иерусалима. То есть, все те, которые находились в израильской столице, и также братства этой столицы. И, таким образом, вместе со всей церковью они написали, посовещавшись, продолжительное время, взвесив все за и против, они написали вот это очень хорошее письмо к язычникам, которые уверовали во Христа. И тут, в данном случае, в этом именно моменте, мы видим преимущество, силу, авторитет или приоритет именно решения всей церкви. Как-то вот вес церкви в те времена был намного выше, чем на сегодняшний день. Может быть, потому и результаты от этой работы в церкви и работы этой церкви на внешний мир было гораздо выше, чем на сегодняшний день. Мы не знаем, какой процент членов церкви участвовал в этом решении. Но тут написано со всей церковью. Слово всей церкви говорит о том, что было подавляющее большинство людей, которые участвовали в этом обсуждении. Я не знаю, что нужно сделать. Может быть, остановить часы, может быть, их вообще выключить или, так сказать, у входа оставить, чтобы нам, когда мы делаем какие-то серьезные решения, не смотреть, не заглядывать на часы. Потому что это очень сбивает. Когда нужно решить какой-то серьезный вопрос и люди желают высказаться, нужно дать им эту возможность. Вот. А у людей самые разные взгляды. Но в целом эти за и против потом приводят к хорошему решению, к хорошему, сбалансированному, позитивному решению. Чтобы вот эта инициатива или, так сказать, решение, оно не спускалось сверху, а оно исходило из решения церкви. И вот они избрали из себя людей в качестве таких посланников, парламентеров, о чем еще Христос говорил, что идите, научите. Вот для того, чтобы растолковать, научить, объяснить и поставить точки над их, чтобы у людей вот этот туман развеялся в голове, в их пониманиях, нужно было для того именно послать людей, которые были очень опытными в этом деле. Они послали их с письмом Антиохию, и причем послали не тех же самых, которые были членами Антиохийской церкви, Павла и Варнаву, которые могли, приедя, сказать, знаете, нам вот все разрешили, а люди бы сказали, слушайте, а может быть, вы сами написали это письмо, и дабы такого не вышло, они послали людей независимых, вот, своих таких серьезных служителей, которые имели очень хороший дар, пророчества или проповеди, и они изъяснили суть послания на вот этот вопрос, он не только был такой серьезный, или всех взволновал, это был вопрос, можно сказать, краеугольный в церкви, потому что решался очень серьезный вопрос о спасении большого количества людей, для этого церковь Иерусалима послала двух из своего пресвитерского пула, из своего пресвитерского состава, людей богобоязненных, опытных, которые прошли все эти трудности раньше, которые встречались с этими условиями и могли бы на личном примере, а также из Писаний объяснить, это и был дар, который дан был этим людям, которые могли грамотно духовно изъясняться. Именно такими качествами были наделены начальствующие между братьями. У них было такое, как бы сказать, тайтл такой был, название или звание их было в том, что они были начальствующие между братьями. Что это значит? Церкви Иерусалима, мы не знаем, какая она по количеству была, но скорее всего, не маленькая, судя по первым главам деяний, там было не одна тысяча человек, и некоторые расселись, но многие остались, и там был не один пресвитер, там были пресвитеры, там были начальствующие пресвитеры, чем начальствующий пресвитер отличается собственно от пресвитера, или от пресвитеров при церкви. Представьте себе абсолютно ничем. Одно рукоположение, одно помазание, перед Богом это одинаковые равные люди, разница была только их должности, то есть эти люди находились на одной должности, а другие сидели в рядах, но все они были на одинаковой, так сказать, линии, плоскости, или уровне перед Богом, поэтому их и включили для совещания и для решения этих вопросов. И это всегда нужно делать, когда возникает серьезный сложный вопрос, нужно собирать всех, так сказать, поставленных на это людей, которым доверено дело служения, и через них Дух Святой вот в совместном таком обсуждении, решении, он доносит свою волю до церкви, и тогда церковь, конечно, она будет соглашаться с этим, потому что это Оду Духа Святого. Здесь я предлагаю ненадолго нам сделать такое, как бы сказать, краткое отступление, то есть немножечко отступить от исторического контекста и поговорить о церкви Божией, о том, что такое дом Божий, церковь Божия, и служение в нем. Это очень важный, такой насущный вопрос, которым задается крайне редко. Во всяком случае, я мало проповедей слушал на эту тему и таких бесед тоже в этом отношении. Поэтому нам бы надо знать некоторые детали. По этому делу мы имеем много вопросов, на которые внятных ответов мало. Вот обратимся за советом к Писанию, в Писании уже все написано. И постараемся восстановить недостающие звенья, чтобы у нас какое-то просветление в этом отношении было. Как же на самом деле поступать в Доме Божьем? Какой здесь порядок? Что мы видим из апостольской практики устройства первой церкви? Здесь в 15 главе Деяний здесь написано, ну как бы прямо не написано, но совершенно ясная картина, что много времени они проводили вместе, то есть они никуда не торопились. Такое представление, понятие, как будто регламент для них вообще слова не существовало. Вот этого слова регламент, я не знаю на каком этапе церкви оно вошло, но там его мы не наблюдаем. Это такое прокрустого ложа, очень узкое такое ограничение для Духа Святого. Когда Дух Святой только намеревается через людей что-то сделать, говорят, слушайте, у нас закончилось время, пора заканчивать. Вот, и что делать Духу Святому, если люди микрофон выключили? То есть фактически нужно услышать волю Божью от Духа Святого, а для этого не нужно ограничивать себя временем, если вопрос серьезный, вот эти регламенты конечно нужно пересматривать, убирать, расширять, как хотите, но чтобы нам не связать вот эту работу Духа Святого, которая, которая доведет все до наилучшего разрешения. Первостепенное значение в церкви, первохристианской, имело нерегулярное посещение богослужений. Вот у нас такое представление, что если я регулярно не посещаю богослужения, я грешу. Некоторые говорят, а я же пропустил собрание. О, это серьезное прегрешение. И мы считаем, что если мы посетили служение, о, это мы исполнили все заповеди первейшие. Там нерегулярное посещение богослужений, а нерегулярное непрерывное пребывание вместе было в практике первой церкви. Когда бы вы не пришли в церковь, в дом божий, в храм, в молитвенный дом, оно всегда было полно людей. Вот вместо поклонения это постоянно были люди. И Писание говорит, что они постоянно, там даже нет никаких комментариев или ограничений на эту тему. То есть они постоянно непрерывно пребывали в учении апостолов. Пребывали это не пребывали. Пребывали это находились, находились там физически. Не приходили два раза в неделю в четверг и воскресенье. Не приходили два раза в месяц по воскресеньям. Эти люди пребывали там, причем не по очереди, а как бы написано были все вместе. Ну, представьте себе, как в натуральной семье. Ну, что бы было за картина, если бы мы, допустим, если мы живем в одной семье, приходили домой по предварительной регистрации, к примеру, по расписанию или по очереди. Ну, что это было бы за семья? То есть, есть над чем подумать, коронавирус, на который мы часто ссылаемся, что он запрещает нам, так сказать, пребывать вместе, абсолютно здесь ни при чем. Нужно подумать, как нам не утратить вот эту общность, когда люди пребывают вместе как можно больше. И это главное условие именно общности христианской церкви. И вот, следя за по тексту, мы видим, что апостолы решили довести до сведения церкви в Антиохии. Оттуда, именно оттуда поступил запрос оповестить окрестные города и области Сирии и Кирикии. То есть, то, что вокруг Антиохии немножко на север и на северо-запад. То есть, вот эта вся часть, где Кирикийские ворота, и она буквально простиралась аж до Галатии. То есть, это большая область была. И вот, всем этим людям, не только в Антиохии, они решили написать письмо для того, чтобы оповестить о решении относительно обрезания и вот этого закона Моисеева. Вот, дался им этот закон Моисеев и это обрезание. Просто, как будто других проблем не было. Как будто, это самое главное докторина была тогда христианства. Это же христиане разбирали. И вот, краткие предписания относительно вот этих спорных вопросов. братья очень мудро сделали. Они не просто передали на словах, это они тоже сделали, но они как бы отразили в письме. То есть, краткие такие тезисы они отразили в письме. Отправились Иудой и Силой. Это такой брат, Сила, его еще называли Силуаном. Он дальше будет с апостолом Павлом совершать много путешествий и попадать в эти тюрьмы. Ну, в общем, человек очень духовный и очень жертвенный. И вот этот Сила вместе с Иудой пришли. Содержание письма состояло из следующего. Мы услышали от вас, это я немножечко как бы пересказываю, что кто-то, кто-то якобы пришел с поручением от нас апостолов. Пришли люди и говорят, мы от апостолов. Ну, кто будет возражать? От апостолов наверное что-то серьезное из Иерусалима. Эти люди пришли и что они сделали? Первое, они смутили вас своими речами. Это в письме написано. И второе, они поколебали ваши души, обязывая от нашего имени обрезываться и соблюдать законы Моисея. Так вот, эти люди сделали это самозванно, самолично, без нашего решения, без нашего инициативы. Мы им этого не поручали. Вот такая позиция была апостолов. То есть, они как бы их поставили в то положение вот этих самозванных странников, которые пришли откуда-то не весь откуда и что-то вам там наговорили, что внесло вот эти смущения и они поколебали ваши души. Так вот, люди сделали это по собственной инициативе и они внесли смуту именно в церковь. «Знаете, когда мы, я или вы служим Богу, мы, соответственно, пытаемся честно, непринужденно, богоугодно, как написано у Петра, по-моему, не для гнусной корости, подавая пример стаду, то есть, служить от всего сердца, служить Богу, и плодами наших дел и наших слов не будет. Если мы так именно подходим к делу Божию, если мы именно так делаем Божью работу, не будет вот этих плодов смущения и то, что колеблется душа. Смущение, оно приводит к раздвоенности мысли, оно приводит к сомнениям, оно приносит урон для души и, конечно, это плохой плод, и он не от Бога, не от Духа Святого. Написано здесь слово «поколебали ваши души». У нас был один такой преподаватель английского, и он не все русские слова знал, и почему-то у него не было машины, и он приезжал на занятия на велосипеде, и вот однажды он пришел такой сам не в себе, и ему говорят «а что же случилось, собственно говоря?» А он говорит «вы знаете, я ехал, и так все получилось быстро, я упал, и у меня теперь в голове землетрясение». Он имел в виду сотрясение, конечно же. И вот здесь вот это землетрясение, потрясение в душе произошло. Когда эти люди пришли и совершили вот эту подножку, вот это дело свое, у людей возникло такое состояние потрясения в душе, то есть люди растерялись. Это когда душа находится именно в замешательстве. Ну, и случается это когда? Когда вам говорят о мне, а мне говорят о вас некоторые вещи, и эти слухи, эти речи приводят меня или вас в смущение. Потому что эти люди говорят кому-то обо мне или о вас. Оно приводит нас к замешательству. И, конечно, мы должны видеть в этом не Божью работу, а работу именно лукавого. Ну, Дух Святой таких действий не делает. Он не работает так. Он работает открыто, он не работает за спиной, он не работает, когда происходит на ухо говорятся какие-то вещи совершенно искаженного плана. Такого не происходит, когда мы в согласии с Духом Святым. И что получается? Мы говорим сами в себе. После этого всего мы это же восприняли как на самом деле правду, и мы говорим, надо же, я был о нем совсем другого мнения, а теперь как это получилось? Да я с ним здороваться не буду. Это портит отношения, взаимоотношения между нами. Мы не ожидали человека такого, а он сделал вот такие дела. И поколебалась и смутилась наша вера, наше доверие и наше, конечно, отношение к братьям, к окружающим людям. Мы тогда начинаем озираться, не доверять, и это, конечно, работа лукавого. Вот этот враг лукавый, он побуждает других людей, писание называет их злыми делателями, использующими или делателями неправды, использующими вот эту рабочую силу. Они всегда найдут людей, которые будут переносить от одного к другому, и вот как в народе говорят, носить керосин на кирогаз, то есть разжигать вражду между братьями. Что нужно делать нам, слыша вот такие и видя дела беззаконные? Что нужно делать в отношении таких людей? Написано во втором послании к Тимофею, в третьей главе, во втором стихе таковых, то есть от таковых удаляйся, писание говорит, что немного успеют они, ибо их безумие обнаружится перед всеми. То есть рано или поздно все это вскроется. Одного только я не понимаю, что они себе думают получить в качестве вознаграждения, награды. Даже если это в их личных интересах, что они собираются получить? Это же настолько близорука, это настолько мелко, это настолько ничтожная оплата, еще более ничтожная, чем та, которую у Иуде когда-то вручили, и он даже этим не воспользовался. Но вот люди сами обмануты и обманывают конечно других. Деструктивная духовная практика, она конечно от лукавого. От Духа Святого идет только созидательная работа, поэтому когда мы слышим какие-то речи, которые нас расстраивают, нужно удаляться от этого. Апостолы сообщили в письме церкви в Антикухе, что они освобождают их от навязанных им соблюдений. Что такое освобождают их? Когда человек находится в каком-то состоянии несвободы, ему очень неприятно, очень неудобно. В духовном смысле тоже. И когда вас освобождают, развязывают, вот, и снимают с вас это бремя, то конечно люди чувствуют себя, что они на самом деле освобождены и радуются и в связи с этим. Главное, чтобы не потеряться в вопросах, что можно и что нельзя. Некоторые люди сами себя связывают и говорят, а мне этого нельзя. Почему? Потому что мой папа, моя мама, мой дедушка, моя бабушка, вот, и там еще люди примерно времен Лютера тоже этого не делали. Ну, вот, надо разобраться, что можно, а что нельзя, чтобы не потеряться в этих вопросах, а нет же у нас каталога того, чего можно, а чего нельзя. Они были, как когда-то эти проскрипционные списки, где четко было записано, что можно одной рукой делать, что можно двумя руками делать, что можно делать в воскресенье вечером или утром, а в субботу вообще нельзя делать и так дальше. Там все было расписано, но в наше время этого нет, но у нас есть золотое правило, которое здесь приводится. И там написано, что если вы будете руководствоваться универсальным правилом, христиане во своих взаимоотношениях они будут поступать правильно. И это правило звучит так, не делайте другим того, чего себе не хотите. То есть они кроме предписаний, которые для того, чтобы они не соблазняли других, не потому, что это грех на самом деле, а чтобы не соблазняли других, как апостол Павел говорит, не буду пить вина или есть мясо, в данном случае не буду идоложертвенным увлекаться или употреблять полюбившиеся вот эти продукты с элементами крови. Хоть они и приятны были и как бы сказать деликатес были для некоторых язычников, но лучше этого не делать, потому что мы тем самым ущемляем свободу и особенно вносим неприятные духовные переживания в сердца наших ближних. Вот от этого и нужно воздерживаться ради них и конечно же соблюдать вот это правило. Не делайте другим того, чего себе не хотите. это перефраз или оборотная сторона вот той основной заповеди, которую дал Христос. Помните, что Христос сказал в отношении того, как поступать к моему ближнему. Он говорит, возлюби ближнего, как самого себя. То есть Христос сказал, что нужно делать. Апостолы перевернули этот же вопрос, то есть они сказали то же самое, только в отношении того, что не нужно делать, что по отношению к другим нашим ближним делать не следует. И то, и другое, оно это одинаковая одна и та же заповедь. То есть я привязываю мои интересы, желания, предпочтения, мотивы, то, что я там задумал сделать, я привязываю его к жизни, чувствам, к пользе, к результату, к эффекту, который происходит по отношению к моим ближним. К этому я привязываю их. То есть я как бы ставлю себя на их позицию, я ставлю себя на их место, и вот я стою на их месте, я бы не хотел, чтобы мне говорили то или другое, я бы не хотел, чтобы со мной поступали так и так, ну и вот как бы я не хотел, ну давай, я так и не буду поступать. То есть соответственно мы должны, грубо говоря, смотря в зеркало, видеть там своего ближнего, не себя ближнего. Мы же не ругаем зеркало, мы же не поносим его последними словами, мы же не осуждаем его, потому что там очень приятная для нас личность отражается в этом зеркале. Вот образно говоря, этот человек, который стоит, это наше зеркало. И мы должны поступать к другим точно так, как будто мы находимся по ту сторону. Вот и тогда будет все нормально, тогда будет гармония. В самом начале этого письма есть одно замечательное пожелание. Они начинали это письмо со слова радоваться. Вот мир сегодня утопает в беспокойстве. Жан-Поль Сартр был такой публицист, известный французский политический деятель, писатель, он говорил, человек это тревога. То есть, он как бы состоит из тревоги, слеплен из тревоги. Человек тревожится по любому поводу. Поэтому в беспокойстве этом утопает этот мир. беспокойство это антипод, противоположность радости. Беспокойство всегда является результатом греха. Радость это одно из измерений Царствия Божия. Вы помните в 14 главе послания Климна в 17 стихе написано о том, что Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. То есть, радость напрямую связана со Святым Духом. Это произведение или плод Святого Духа. И, кстати говоря, апостолы, адресуя это письмо христианам из язычников, не просто придерживались вот этого жанра, как мы говорим, эпистолярного жанра, когда мы пишем письмо, это особый жанр такой именно в литературе есть. И многие римские патриции писали другим письма и в самом начале писали, радоваться такому-то, такому-то Плинию младшему или там Цезарю. Но здесь это не просто дань вот этому эпистолярному жанру, где в самом начале автор написал пожелание радоваться. Он имел в данном конкретном случае именно в том, что если мы убеждены, что радость с достоянием верующих этих станет в результате исполнения вот этих заповедей, вот этих предписаний, она обязательно Дух Святой им даст радость. То есть они же, написано церковь в Антиохии, это в 31 стихе, прочитав, прочитав это письмо, возрадовались осем наставлений. То есть это не было просто формальное слово в начале письма. они знали, что когда они прочитают это письмо, их плодом будет радость. И здесь написано в 32 стихе Иуда и Сила, будучи также пророками, они обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. Вот это конструктивная работа, вот это правильная работа, которая приводит именно к хорошим результатам. То, что Духа Святого, оно не вводит в смущение, не вводит в сомнение. Сомнение это тоже вера, только вера в плохое. Сомнение это, говорят, вера с черного хода. Это вера со знаком минус. То есть люди именно верят в плохое. И что самое интересное, когда они очень сильно верят в это плохое, это плохое приходит, потому что их вера в плохое очень сильная, а вера это вообще большая сила. Но лучше верить в то, что говорит Бог. И тогда приходит то, чего мы ожидаем в этой вере. Дух Святой, он не ослабляет наши души, он утверждает. И тут написано, преподали наставления братьям и утвердили их. То есть утверждая души. Мы говорили выше о том, что радость это результат или плод Духа Святого. В стихе 28, подводя итог вот этому написанному наставлению, Иаков здесь, он как бы главный автор вот этого письма, он пишет «Ибо угодно Духу Святому и нам». И здесь наблюдается еще одна очень интересная картина, когда за дело берется Дух Святой, когда не мы выдумываем что-то с головы в нашем сердце, в нашей жизни, в наших планах, в наших решениях всегда будет радость, потому что там согласие именно с волей Духа Святого. Вот удовлетворение возникает от того, что наши решения и решения Святого Духа будут одинаковыми, они будут совпадать. Есть такое слово в греческом языке, оно называется синергия. Что такое синергия? Это согласование двух волей. Это когда наша воля совершенно в точности совпадает с Божьей волей. Или вернее мы точно так соглашаемся, как Господь нам говорит, и у нас полное согласие. Вот это состояние согласования двух наших воли, это Божья работа в сердце. С другой стороны возникает что? Смущение. Ну вот от самозванной проповеди этих лже-братьев поколебалась душа этих людей. В беспокойстве и смущении пребывала целая церковь. Там целый такой шторм, цунами возник, который большими кругами пошел. И в обремененном духе возникает вот эта тревога, и нужно много усилить для того, чтобы это успокоить. О чем это говорит? Значит, здесь поработал враг лукавый, как из той притчи. Пришел ночью враг и посеял плевелы между пшеницей. Плевелы сомнений. Вот эти плевелы сомнений не нужно запускать в свое сердце. В самом начале беседы мы задавались вопросом, как не утратить веру. Вера нет сомнений, вера от Слова Божия. Причем нет Слова Божия, которое лежит, ну я не знаю, на нашем столе, там пылью припадает, или на книжных полках, она находится в сердце. А для того, чтобы она находилась в сердце, нужно ее регулярно исследовать, читать, ее нужно впитывать, ее нужно как бы сказать употреблять в пищу духовную. Вот вера Божия именно таким способом попадает в сердце человека. Апостол Павел пишет в Ефесянам 5 главе в 17 стихе. Не будьте нерассудительны. Там дальше, выше немножко говорится о времени. Дорожите временем. И дальше он говорит, не будьте нерассудительны. У вас очень мало времени. Занимайтесь тем, что познавайте, что есть воля Божия. Употребите ваше время, ваши усилия на то, чтобы узнать, что у Бога на уме. И вы должны, когда вы узнаете это, согласиться с этим. Тогда все будет в порядке. И здесь Павел говорит, что пожалуйста, приложите усилия заглянуть в Слово Божие. И постараться узнать, что в Божьей воле для меня. В Божьей воле нет длительного перечисления того, что должен муж жене, а жена мужу. Там всего несколько стихов в паре глав. Нет этих всех нюансов, которые приводят к большим конфликтам. Но если человек читывается в Слово, там все написано. Там вот этими генеральными основными истинами все обозначено. Нужно только вдумываться, как бы в молитве и в сердечном таком участии постараться проникнуть в волю Божию. Потому что там именно воля Божия в Писании написано. Писание Бога и познание воли Божьей. Потому что там написано познавайте, что есть воля Божия. Это постоянный процесс. Мы не можем познавать волю Божию, если мы где-то на интернете что-то услышали. Или пришли на собрание и пару слов услышали от проповедников. Этого недостаточно. То есть надо постоянно толковать Слово Божие. Вот Достоевский в Братьях Карамазовых пишет толкуйте Слово Божие неустанно и горе народу без Слова Божия. Поэтому мы с вами сегодня этим и занимаемся. Мы именно этим и занимаемся. Мы стараемся понять, что же автор вложил в эти стихи. Потому что за ними стоит Бог. Это не просто фантазия автора или его какое-то мнение. За этим стоит воля Божия. Нам нужно вдуматься в то, что же там написано и что автор вложил в эти стихи. То есть человек должен, написано, назидать себя на святей на святей вере. Мы писание никак не обойдем. Как ни крутим? Мы не обойдем его писание никакими другими дорогами, никакими конференциями, никакими братскими общениями, никакими чаепитиями. Мы должны именно впитывать Слово Божие, делать это постоянно и назидая написано на святейшей вере вашей непрерывно и неустанно толковать Слово Божие. Дух Святой поможет в этом. Молитва перед этим должна быть та, чтобы мы услышали от Бога Слово Откровения и, конечно, нашли в себе или попросили Бога дать нам силы для того, чтобы это Слово исполнить. Иногда эти вещи нам неприятны или мы не желаем им следовать, но Господь дает силы, недостающие силы у Бога. Написано, что если люди даже утомляются, изнемогают, но если они надеются на Господа, то они не утомятся и укрепятся в силе, потому что сила только у Господа. Как нам не утратить веру? Нам нужно иметь Слово Божие в нашем сердце и чтобы у нас было желание следовать этому Слову. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь. Редактор субтитров субтитров